Здравствуйте, на Эхивуфе новости в студии Милюша Аллатыпова. Владелец группы «Башкирский кирпич» Вадим Гатаулин инвестировал в активы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Рейтер. По данным агентства, башкирский бизнесмен стал одним из 63-х россиян, купивших недвижимость в семи небоскребах американского президента во Флориде. Как передает Рейтер, предприниматель из Башкирии потратил на покупку квартир примерно 98 миллионов долларов. Сын бывшего заместителя прокурора республики Вадим Гатаулин с 2013 по 2015 год был депутатом Госсобрания Башкирии. Рейтер пишет, что в опубликованной на сайте парламента декларации о доходах депутата за 2013 год квартира, приобретенная в здании Дональда Трампа, не упоминается. Два года назад депутат добровольно сдал мандат, написав заявление о досрочном сложении полномочий. Мэрия Уфы предложила местному отделению партии «Прогресса» перенести митинг, заявленный на 26 марта в микрорайон «Затон». Ранее сообщалось, что публичная акция пройдет на площади перед Уфимским дворцом культуры «Химик» в Черниковке, пишет и Даль Реали. Как передает портал, по данным мэрии, в этот день там состоится другое публичное мероприятие. Все остальные специально отведенные под подобные акции места в столице также, по утверждениям городских властей, будут заняты. Портал пишет, что представитель партии и координатор регионального штаба Алексея Навального в Башкирии Лилия Чанышева выразила согласие с предложением администрации. Напомню, по данным организаторов, на митинге заявлено участие более 500 человек. Между тем, администрация Туймазинского района также отказала в проведении митинга местному отделению партии «Коммунисты России». Чиновники мотивировали отказ с проведением других мероприятий, посвященных началу весны и году экологии. Копию письма разместила на своей странице в фейсбуке Лилия Чанышева. Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям запустил в работу специальный сервис, позволяющий в режиме онлайн следить за паводковой ситуацией. По данным ведомства, на станции в слежении специалисты установили приборы, которые будут транслировать информацию об уровне воды в реке. Данные будут напрямую попадать на сайт ведомства. Накануне в матче 20-го тура российский премьер-лиги футбольный клуб Уфа в гостях сыграл в ничью с Краснодаром со счетом 0-0. Таким образом, уфимская команда сейчас находится на пятой строчке в таблице. Между тем, по данным портала «Чемпионат», во время перелета Уфы в Краснодар у тренера-вратарей Юрия Перескокова произошел сердечный приступ. Как сообщает портал, состояние тренера остается тяжелым. Он находится под наблюдением врачей в Краснодаре. И о погоде сейчас. Столица минус 4, облачно с прояснениями. Температура воздуха днем минус 1, вечером минус 2. Милюша Аллаты, по услужбе информации «Эхо Москвы», Уфе.